Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Проблемы у медицины в Казахстане обнажились при личной встрече чиновников админздрава и пациентов. В Уральске жители трех снесенных аварийных домов переселились в новые квартиры. Жилье было построено по методу государственно-частного партнерства. Докатался. Сотрудники местной полицейской службы второй раз за три дня задерживают 9-летнего автоугонщика. Проблемы медицины в Казахстане обнажились при личной встрече чиновников админздрава и пациентов. Вице-министр Алексей Цой принимал граждан в здании партии власти в Астане. Врачи требуют от больных расписки, в которых говорится об отсутствии каких-либо претензий. Встречаются случаи, когда врачи не могут поставить диагноз. Не стоит исключать те корпоративную солидарность, когда врачи прикрывают друг друга. Пациенты редко прибегают к мерам судебного воздействия на искалечивших их врачей. Доказать факт ошибки очень непросто человеку, не владеющему медицинской спецификой. По данным экспертов, расходы на здравоохранение в стране находятся на африканском уровне. При этом население рассчитывает, если не на европейский, то хотя бы на советский уровень медуслуг. Сколько же денег не хватает нашей медицине? По оценкам фонда медстрахования, дефицит составляет 500 миллиардов тенге. На эту сумму не оказываются услуги из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Сюда входит долгое ожидание госпитализации, диагностики или приема узкого специалиста. И нехватка бесплатных лекарств. То есть те случаи, когда пациенты платят сами, хотя имеют право на бесплатное обслуживание. А некоторые врачи вовсе отказывают в лечении. Вот этой женщине отказали в лечении внука. Они говорят о том, что это не их пациент, поэтому дальнейшее лечение невозможно укушитал. Мы требуем того, чтобы он попал в руки своим врачам, которые били его заболевание в течение 6-7 месяцев для дальнейшего обследования и лечения соответственно. В чем был отказан три раза? Мотивация какая? Мотивирует тем, что протокольное лечение уже проведено. В прошлом году, когда еще биопсию сделали, они сказали, что до лета ребенок не выживет. Но он живет, поэтому надо дать ему шанс. Сейчас я поручение дам, свяжемся с Центром, с Управлением здравоохранения Акмольской области, чтобы направление дали и лечение получили. Верократически, что всяких... Мы постараемся, да, конечно. Сейчас все поручим, чтобы срочно там же время тоже не ждет. Такое заболевание само по себе тяжелое, поэтому... Хорошо? Чтобы держать на контроле сердечно-сосудистые заболевания, А это довольно распространенные недуги и причина номер один смертности в Казахстане, Нужно сдать кучу анализов. Здоровый человек должен проходить эти простейшие процедуры, Чтобы понимать, что происходит с его организмом. Пациенты перед госпитализацией бесплатно сдают анализы в поликлинике, А потом те же анализы повторяют в больнице. Кроме того, одни и те же услуги в разных регионах оплачиваются по-разному, Потому что разные деньги выделялись из местных бюджетов. А врачи получают крохи. К примеру, дочь этой женщины – врач-ревматолог. Она училась долгих 9 лет, а зарабатывает в Астане смешные 46 тысяч. Ну, за это может для моей дочери обратиться. Пусть твоя мать заткнется, да что она... Да ну, бросьте, пожалуйста. Почему они не обращаются? Мне просто хочется обратиться к ревматологам всего Казахстана. Вы почему себя так унижаете? Если государство недооценивает, почему вы себя так не цените? Проанализируем давайте и здесь уже выведем, в чем проблема здесь. Потому что это непонимание со стороны руководителей на знание нормативно. Я считаю, что это допущенная ошибка. Либо это нормативно. Если это действительно им нет возможности повысить заработную плату этому контингенту, тогда мы пишем ходатайство, пишем Министерство труда и социальной защиты. Если у них есть возможность, и они это не делают, да, тогда поручение даем руководителям, чтобы они это дело отрегулировали. Еще одна проблема. Почти половина населения Казахстана проживает в сельской местности, но современная медицина в полной мере пока недоступна сельчанам. Существующие нормативы не предполагают медицинского обслуживания в сельских населенных пунктах с населением менее 50 человек. А таких населенных пунктов по разным оценкам более 400. Их жители оказываются отрезанными от гарантированного государством минимального объема медицинской помощи. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В уральске жители трех снесенных аварийных домов переселились в новые квартиры. Жилье было построено по методу государственно-частного партнерства. Вместо трех старых двухэтажек оборачного типа появилось современное здание, в котором насчитывается 132 квартиры. Торжественная сдача в эксплуатацию дома намечена на самое ближайшее время. В уральске готовят к сдаче в эксплуатацию новый дом. В нем один подъезд займут люди, которые проживали ранее в аварийных квартирах. Строить новый пятиэтажный дом по улице 2-й километр на месте старых аварийных двухэтажек начали летом 2017 года. Хотя жители переселили еще в 2015 году. Они жили во временных арендованных квартирах. Дом построили за год. На возведении здания было задействовано порядка 200 человек. В шести подъездах насчитывается 132 квартиры. Подрядная организация ТОО «Полимер» постаралась завершить объект раньше срока. Сейчас уже один подъезд полностью, практически полностью получили ключи. Это которые по программе «Ветхое жилье» заселяются. Где-то квартир 15 уже, порядка 15 квартир заехали. Обустраиваются. Во дворе городские власти. Полностью благоустройство. Сейчас на данное время укладывается асфальт. Подъезды с уроки со всех сторон, с четырех сторон только заезды. Остались большие площади под газоны, подъездские площадки. Порядка 100 квартир застройщик будет реализовывать по коммерческой цене. Это от 150 до 160 тысяч тенге за квадратный метр. Но один подъезд практически полностью заселен. Здесь будут жить люди из бывших аварийных двухэтажек. Год мы жили в сгоревших квартирах аварийных. В 2015 году получили эти квартиры временные. Там прожили три с лишним года. Сейчас вернулись на место. То есть второй переезд? Второй переезд. Я не буду говорить за все квартиры в подъезде, за хозяев. Но лично мне моя квартира понравилась. По сравнению с тем, что было. Сколько у вас было когда-то? Сколько стало? Было 29, стало 41. Ну, это счет балконов семьи. Доплачивать будете? Нет, все это нам, то, чтобы подать лишние квадраты, это подарок от Акимата. В однокомнатной квартире будет жить многодетная семья. Сначала бабулю, потом уже карта, и сами мы зашли. Что вам понравилось здесь? Мне понравилось, что комната не очень-то большая, но мне нравится больше всего то, что мы здесь помещаемся. И школа рядом? Ну, это да. В школах, школа рядом. Ходить будет удобно. А кто вы будете жить здесь? Бабушка кто еще? Бабушка, мама, я, брат, сестренка и кот. Деда еще мой тут живет. На работе он сейчас. Программа государственно-частного партнерства продолжается. С ее помощью в ближайшие годы планируют расселить жителей 40 аварийных домов. Мы очень торопились именно ко дню строителя сдать что-то дома. Сейчас некоторые мелочи остались, которые мы занимаем, но уже люди заехали. Самое главное, что мы успели ко дню строителя сдать данный дом. Хотелось бы от себя лично, от нашей компании, поздравить наших коллег, наших сотрудников с наступающим праздником, просветания, также жильцов поздравить с везем в новую квартиру. Отметим, что снесенные дома были построены как временное жилье из шпал. В одной из квартир произошел пожар и проживание в доме стало невозможным. Роман Копняев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Уральске ООЖЭК Теплоэнерго до сих пор должно за газ порядка 150 миллионов тенге. Но продавцы голубого топлива неумолимы. Газоснабжение ТЭЦ приостановлено из-за долгов. Тепловики отметили, что они делают все возможное для погашения задолженности. Но горожанам от этого легче не становится. В четвертый раз за это лето горячую воду отключают. Тарифные войны между ООЖЭК Теплоэнерго и ООК «Странсгаз Аймак» не утихают уже который год. Заложниками сложной финансовой ситуации коммунальщиков становятся люди. Среди них есть добросовестные потребители и злостные неплательщики. Но без вины виноватыми оказались и те, и другие. Население задолжалось за услуги ООЖЭК Теплоэнерго 400 миллионов тенге. И эта цифра уже давно не снижается. Выплачивают горожане по мере возможности. За последнюю неделю данной акции удалось собрать 2 миллиона тенге. Из которых, допустим, самый крупный платеж призвал абонент, проживающий по адресу Циолковска, 16,1. 200 тысяч тенге сразу принес в кассу. Ну и разные оплаты. 50 тысяч, 100 тысяч и так далее. Во время выездов абонент на месте, если испытывает трудное материальное положение, во время беседы выясняется, что он не может оплатить задолженность всю сразу, хотя имеет крупные долги. С ним составляется гарантийное обязательство. Составляется график платежа, по которому он ежедневно, еженедельно, либо ежемесячно оплачивает определенную сумму и в последующем полностью оплачивает долг. За последнее время сменилось несколько первых руководителей, а уже и теплоэнерго. Некоторые чиновники оказались за решеткой. Хищение бюджетных средств и завышение суммы при госзакупках. Ущерб, который был нанесен бюджету, до сих пор лежит тяжелым грузом на предприятии. Отключили отопление и отключили горячую воду. Вот 15 апреля, вот все считайте, июнь, июль, обещали объявление к Ромарам на доме у нас, что в августе включены. Ни слуху, ни духу, никто ничего не говорит, и все вот это безобразие длится. Ну как вот, в лету такое жаркое, мы без горячей воды. Вот пенсионеры с этими кастрюльками, сюда-сюда, с ведрами. Ну, в чем дело? За это лето отключили уже четвертый раз. Кто-то не платит, а мы страдаем. Кто платит? Я пенсионер, и плачу это каждый месяц. Вот то начальство, которое в коттеджах живут, а кто в домах живет, в обыкновенных панельных домах, мы страдаем. А нет, у них свое подключение есть, сами себя обогревают в воду, у них установки там это. А мы, кто зависит от нашей ТЭЦ, страдаем. Сейчас АОЖЭК Теплоэнерго полным ходом готовится к отопитной кампании. Но сделать это при финансовом дефиците не так легко. Роман Копняев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Сотрудники местной полицейской службы второй раз за три дня задерживают девятилетнего автоугонщика. В первый раз он угнал автомобиль Сузуки и совершил на нем аварию, столкнувшись с Ладой Гранта. Во второй раз подросток завладел микроавтобусом Тойота и врезался на нем в опору моста. Эти кадры были сняты журналистами местного информационного портала под мостом в районе завода Омега. Полицейские сообщили, что второй угон был совершен в половину 11 ночи, 9 августа от магазина Теремок. Водитель оставил ключи в автомобиле и пошел во двор пообщаться с другом. Когда он вышел и обнаружил пропажу машины, сразу же позвонил в полицию. Водитель за рулем оказался несовершительный мальчик. Данный мальчик, как вы уже знаете, до этого он уже один раз угонял автомашину, Керцман Николай. Он на требования сотрудников полиции не подчинился, после чего был подключен вторая автомашина нашего отдела розыска, которые были задержаны под мостом, Омеговским мостом. Принудительно остановили, получается, данную машину. Мальчик, в принципе, все это не отрицает. С его слов, как он поясняет, его попросил друг, так как он умеет, все они знают, что он умеет ездить на машине, то есть управлять автомашиной, и его попросил друг. Родители мальчика не стали комментировать случившееся, заявив, что подростка подговорили ребяту угнать автомобиль. Соседи говорят, что после инцидента слышали крики ребенка, которую били и ругали родители. Ребенок, за ним смотрят все, там, не знаете, как у них получилось, это понятие. Общается он с детьми? Общается, в школу ходит, а так не знаю. За ним смотрят всегда ухоженный мальчик. Нормальные соседи, мальчик, он в школу ходит, не хулиганит он, ну, со всеми играет, что здесь он. Вроде все семейное, нормально. А что он умеет, на машине ездить? Мальчик нет, у них машин нет. Машин нет у них, как он будет ездить, я ни разу не видел. Полицейские сообщили, что не будут возбуждать уголовное дело по факту угона из-за возраста мальчика, но родители оштрафуют. Мы свою работу привели. Что сделали? Все вопросы к прислужбе. Отметим, что 6 августа несовершеннолетние уже задерживались за совершение угона. Тогда его отец заявил, что мальчик учил таблицу умножения, но затем он убежал из дома. Роман Копняев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области утонул 17-летний парень. Мама Нурсултана Сарсенова рассказывает, что подросток вместе с друзьями отправился купаться на реку Урал, но спустя час вернулись только его друзья. Они сразу же рассказали, что Нурсултан утонул. На место происшествия прибыли спасатели, но долгое время поиски результатов не давали. Со слов мамы пропавшего Нурлана Серикова, он ушел купаться вместе со своими друзьями на реку Урал 8 августа в 15 часов. В районе меловых горок популярностью пользуется Дикий пляж. Туда и пошли ребята, чтобы охладиться. Это место всегда пользовалось популярностью у местных жителей в летний сезон. В этот раз также было много народу. Через час вернулись домой только друзья Нурсултана и рассказали, что он утонул. Нурсултан очень крепкий парень, физически развит, но он не очень хорошо плавал. Его друзья рассказывают, что они даже не заметили, как он куда-то отплыл и потерялся из виду. Потом мне рассказали, что кто-то пытался его вытащить из воды, но не получилось, потому что у спасающего возникли судороги. В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что поиски велись с 16 часов 8 августа, при которых было задействовано 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда и одна единица техники. Водолазы проверяли буквально каждый метр дна реки, но поиски долгое время были безуспешны. 10 августа около 8 часов утра тело Нурсултана извлекли из воды недалеко от места трагедии. Хотелось бы предупредить и напомнить жителям и гостям области о соблюдении мер безопасности при купании на водоемах. Ни в коем случае не рекомендуется купаться в необорудованном месте, купаться в нетрезвом состоянии. При выходе на отдых на природу с семьей, с детьми будьте осторожны. Если есть маленькие дети, то не оставляйте их без присмотра. Сергей Уланов, Олег Писаренко, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. Более 20 лет живут сельчане без Акима. В одном из аулов Жангалинского района Совет Старейшин имеет куда большее значение, чем представители власти, которых видят изредка и по серьезному поводу. О том, как жить без указки сверху и чем плох поселок без главы в нашем следующем сюжете. Жители села с труднопроизносимым названием Мокыр на жизнь не жалуются. Здесь созданы все условия. Работает школа, мини-детсад при ней. Дети с удовольствием посещают занятия. Благо при школе работают различные кружки, танцевальные, вокальные и спортивные есть секции. Дети с удовольствием занимаются и декламируют классиков литературы. Дети с удовольствием занимаются и деклами. Спортивная секция стала своеобразной кузницей кадров для районных команд и будущих чемпионов по борьбе. Народные виды спорта тут в почете. Я принимал участие во многих соревнованиях и на уровне аула, района, даже областного центра выступал. Отстаивал честь нашего села, получал даже направление на республиканские соревнования. Мне нравится заниматься спортом. Библиотека Кокачак культуры работает регулярно. Выбор литературы хоть и не сравнивается с районом, но все же есть что почитать. Местным жителям она также служит площадкой для общения. Условия у нас хорошие, мы часто проходим осмотр у врача. Правда, скотин в поселке стало меньше, это так. А так это наша родина, мы тут родились, воспитываем детей и внуков. Живем все дружно и в согласии. Политагитация до села не дошла. Лозунгов не видно, как и надоедливых рекламных баннеров. Зато есть плакат о вреде курения. Вот и вся пропаганда. И все, казалось бы, есть, даже собственный музей с артефактами, предметами гордости местных жителей. Единственная аномалия в ауле – это нет Акима. Неслыханная картина для современной жизни, однако 21 год реальности для этого села. Все функции Акима исполняет депутат районного маслехата. Он тут за советчика, за власть. Правда, зарплату за это он не получает. Работает на общественных началах. Вот рядом сзади, который стоит, башня, которая недостроена. Скоро построить его, потом начнет воду давать. К осенью тоже обещает к нам этот газ. Есть некоторые проблемы у нас с этим безработчиком, которые люди хотят, они все работают. Это в школе, где-то больше места. А остальные выезжают в Атрау, Райс. Глядя на то, как в крупных городах работает большой штат чиновников, а благоустройство, развитие, жизнь центров идет со скрипом, поневоле задумаешься, а может все так и оставить. Ведь живут неплохо и поют, и играют. Все так же влюбляются, женятся и решаются обща все проблемы. Гульнару Марова, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. В Уральске в честь дня рождения Абая Кунанбаева прошла акция «Абай Мурасе, Халак Мурасе», направленная на популяризацию творческого наследия великого поэта, просветителя, общественного деятеля. В ходе мероприятия была организована книжная выставка. Выставка-инсталляция, выпущены информационные листки, закладки о жизни и творчестве великого поэта. Также местные библиотекеры прочли стихи, слова назидания Абая. В акции приняли участие местные писатели-поэты, представители государственных организаций и библиотекари города. Проводится ежегодная акция в честь дня рождения великого казахского поэта Абая Мурасе, Халак Мурасе. В этом году мы проводим ее совместно с Уральско-городская библиотека имени Максима Горького, областная универсальная библиотека имени Жубана Молдогалиева и Жасотан. В презентации новой книги Алашаведа Домиткен Сулейменовой состоялась в Уральске. Мероприятие прошло в филиале Демократической партии Казахстана Акжол, где собрались друзья и коллеги-писательницы. Монография называется «Жаханшадус Мухамедов и казахская автономия». Ее выпуск был переурочен к столетию образования западной Алашорды. Книга состоит из трех томов. Стоит отметить, что это она по счету является четвертой. Всего было выпущено 300 экземпляров. «Чтобы написать эту книгу, я пять лет собирала материал по крупицам. Сидела в архиве нашего КНБ, брала сведения в президентском архиве, в Карагандинском, Акмолинском, Актюбинском и Ватыравском архиве. Чтобы выпустить книгу, я обратилась за помощью к депутатам и жилисам от партии Акжол Азату Перуашеву. И он мне помог». Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта» спешит сообщить гостям и жителям Уральска о проведении очередной акции. 10, 11 и 12 августа, посетив магазин, вы сможете приобрести качественный товар по невероятно низким ценам. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники удовлетворит потребности каждого покупателя. Для удобства в магазине предусмотрено приобретение товара как за наличный расчет, так и в рассрочку и кредит. Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта» не перестает удивлять жителей и гостей Уральска возможностью приобрести качественный товар по низким ценам на выгодных условиях. В преддверии начала нового учебного года сеть магазинов объявляет три дня летней распродажи на широкий ассортимент электроники и бытовой техники, приобрести который можно как за наличный расчет, так и в рассрочку до 24 месяцев и кредит. Уважаемые жители и гости города, сеть магазинов «Мечта» объявляет три дня летней распродажи. 10, 11, 12 августа не упустите шанс приобрести товар по невероятно выгодным ценам и условиям, как за наличный расчет, так и в рассрочку до 24 месяцев. Также вас приятно удивить широкий ассортимент. Приходите, мы будем рады вас видеть. В магазине вы найдете все, что вам нужно, от телефонов и аксессуаров до холодильников, стиральных машин и кондиционеров. Широкий ассортимент товаров удивляет, но опытные продавцы-консультанты всегда придут вам на помощь и помогут выбрать то, что подходит именно вам. Адреса магазинов улица Кармангазы 69 в районе Центрального рынка и Сарамодатова 10.1. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продажа и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи. Ролл-шоры, мультивактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева. Фoto-жалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью. Продажа и установка натяжных потолков. Матовые натяжные потолки. Сатиновые и глянцовые натяжные потолки. Потолки с фотопечатью. Ширина полотна до 5,5 метров. Субтитры создавал DimaTorzok